Сегодняшний день в Святцах Вспоминается мученик четвертого века, мученик Евстратий Но есть еще, это мученик греческий, древний, но есть еще мученик Евстратий наш, русский Который жил в Киево-Печорской лавре, это преподобно мученик Евстратий История этого мученика такова, что половцы захватили Киев, разграбили и увели в плен часть населения И вместе с мирскими людьми попали часть монахов Киево-Печорской лавре, среди которых был преподобный мученик Евстратий Мощи этого преподобного мученика, кстати, у нас в Орске под престолом на горе Преображенской И половцы продали в Причерноморье вот этих плененных, как рабов одному еврею, жидовствующему Часть из них он имел корысть использовать как рабов, а часть у него сердце горело к ненавистью к христианам И он задумал мучить их, чтобы достичь того, чтобы они отреклись от Христа И он стал молить их голодом, заточив в темницу И преподобный мученик Евстратий всех, он был постник, еще и будучи насельником Киево-Печорской лавры И там в заточении он стал говорить, вдохновлять наших русских пленных Не отречемся от Христа, будем стоять до последнего Все равно он не удовлетворится, и все равно нам смерть А если мы отречемся от Христа, то нам вечная погибель И так он всех вдохновил, что все пленные русские мужественно держались без пищи и воды И постепенно, 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 один за другим все стали умирать Пока не остался один преподобный мученик Евстратий Потому что он был, еще будучи иноком, закален в подвиги поста и аскезы И он не только не умер, но и не показал никакой слабости и изменения в своем организме И тогда этот жидов, стоящий мучитель Решил усугубить мучение И распял преподобного мученика Евстратия на кресте Распял, причинив ему именно такие страдания, страдания неимоверные, страшнейшие, какие переживал Христос Он пробил ему руки, ноги, гвоздями Не просто раны болели, но на кресте, когда человек умирает крестной смертью Он умирает от удушья, потому что его тело в таком положении, что он начинает задыхаться И чтобы ему сделать вдох, нужно приподняться на пронзенных ногах и руках Причиняя неимоверную боль своим ранам Чтобы сделать вдох И следующий вдох, и следующий И вот преподобный мученик Евстратий Будучи уже на кресте, пригвожденный Он стал проливать слезы И жидовин подошел к нему и говорит Ну, наконец-то я сокрушил твое мужество христианское И заставил тебя плакать И преподобный мученик Евстратий говорит Глупый ты человек, я плачу от умиления, что умираю, как Христос, как мой Бог И жидовин взбесился в ненависти и говорит Хочешь умереть, как Бог А вот я тебе не дам умереть, как Бог И в гневе пронзил его правое ребро ножом Сам того не понимая, он поставил как бы точку В подражании этого мучения и встрате Нашему подвигоположнику Христу Почему я захотел сегодня вам подробно рассказать о его житии Смотрите, казалось бы, в самой безысходной ситуации Вот человек, который не видит промысел Божий, не видит руку Божию Он может отчаяться, его вера может поколебаться Я посвятил тебе всю жизнь, а где же ты вот в эту самую страшную минуту? Но оказывается, Бог бывает всегда всей своей полнотой Даже в самой критической минуте, которую мы не можем не понимать Неправильно оценивать И нам может показаться, что Бог нас оставил Но Бог здесь рядом И Он самую, казалось бы, безысходную ситуацию В конечной точке может повернуть к пользе для вечности Я хотел бы вас вдохновить Очень много у нас скорби А может быть впереди сугубая, большая скорбь Вот когда, казалось бы, уже все Безысходность, безнадежность Помните, что в этой точке Бог находится с вами всей своей полнотой И самую безысходную ситуацию может в один миг перевернуть во благо Вот как это было у преподобного мученика Евстратия Его же молитвами, Господи, укрепи нас Иисусе Слачайше Спасибо